Дисплей диагональю 5,5 дюймов имеет Full HD разрешение. OnePlus One оснастили большой батареей на 3100 мАч. Ну и в конце концов он снимает видео разрешением 4К и 720p с частотой кадров 120. Замедленная съемка. Характеристики поистине лучшие, разве что 2К дисплея не хватает. OnePlus One продается в двух цветах, белый и черный. Белая версия это 16 гигов памяти, а черная версия 64. 32 гиговой версии не существует, но и самое главное стоимость 300 и 350 долларов соответственно. Телефон, который не уступает ни одному из флагманов 2014 года, стоит 300 долларов. Такая цена и такие характеристики казалось бы абсолютно несовместимы, но как можно видеть, все реально. Для сравнения с подобными Galaxy S5, LG G3, Sony Xperia Z2 и HTC One N8. Все эти устройства стоят как минимум от 600 долларов, то есть в два раза дороже. Но в итоге дают конечному пользователю то же самое. Парадокс? И даже коробка и комплект у OnePlus One поражают, ведь первое впечатление – это очень стильный красный бокс с толщиной всего 2 сантиметра. И как красиво все здесь уложено. Да и сам microUSB заставляет сказать вау, красный и классный. Но дизайн самого устройства не хуже дизайна коробки. Спереди OnePlus One покрыт стеклом Gorilla Glass 3. Стекло как бы выпирает из корпуса. Это и выглядит необычно, и по ощущениям интересно. Ну а корпус обрамлен металлической рамкой. Задняя панель сделана из софт-тач пластика. Он матовый и уж очень приятный по ощущениям. Но складывается впечатление, что он очень нежный. И вполне возможно, что спустя месяц использования тут будут неплохие такие царапины. В корпус врезан значок OnePlus. По-моему, он круто смотрится. Ну а выше него находится камера на 13 мегапикселей. Кстати, корпус съемный. Поэтому его можно спокойно заменить на любую понравившуюся панельку, включая деревянные версии. Батарейка, к сожалению, при этом не съемная. Да и, кстати, держит не лучше всех. Примерно день работы OnePlus One протягивает. По эргономике телефон ощущается как очень дорогая, качественно сделанная вещь. С ценником явно не в 300 долларов. OnePlus сам по себе телефон довольно большой, но с экраном 5,5 дюймов другого и не ожидалось. Но даже маленькими руками OnePlus будет удобно пользоваться, так как кнопки расположены довольно низко. На фоне Nexus 5 и Xperia Z2 он выглядит как старший брат, хотя Xperia по размерам почти такая же. Но дисплей у OnePlus One при этом гораздо больше. Но не только дисплеем он могуч. OnePlus One это еще и самый мощный флагман на данный момент, как ни странно. В Antutu телефон показывает всего каких-то 38,5 тысяч очков. На этой секунде я подумал, а не слишком ли много всего сюда засунули за 300 долларов? Но это далеко не все. Мы остановились только на быстродействии. OnePlus One быстро работает, и с этим не приходится спорить. В игре здесь тоже играть одно удовольствие. Экран большой, и тормозить ничего не должно хотя бы по совести. GTA Vice City с максимально выставленной графикой идет без каких-либо проблем. Единственное, что удалось обнаружить, с тяжелыми играми OnePlus One очень здорово в кавычках греется. Телефон, что я держу в руках, работает на CyanogenMod 11S. Построенном на базе Android KitKat. Прошивка быстрая и красивая. Но в продаже две версии OnePlus, с CM11 и с ColorOS. Цена одинаковая на оба, но отличить устройство можно по значку на задней панели. Если его нет, значит телефон на китайской прошивке ColorOS. Но ее можно легко заменить на CM11, что я и сделал в принципе. Cyanogen One Plus установлен нестандартный. Это расширенная, специально разработанная версия. Тут есть свои экстра-фичи. Во-первых, нестандартная тема, которую вы сейчас видите. На самом деле она не очень красивая, поэтому лучше вернуть все к божескому виду. Вот так выглядит специально сделанный экран блокировки. И когда играет музыка, все красиво двигается. А если потянуть вниз, картинка из блера становится более четкой. На этом же экране классно запускается камера. Тянем вбок и вуаля, очень добротно придумано. Не будет секретом, что OnePlus построен на базе Oppo 5 и Oppo 7. Они даже внешне похожи. И это что-то среднее, но суть не в этом. От собратьев OnePlus взял звук. Тут есть утилита с названием AudioFX. Можно настраивать звук, который действительно лучше, чем в iPhone 5s или Nexus 5. Как минимум звук в наушниках в два раза громче. Но аж остальное дело эквалайзера. Так что OnePlus One это один из лучших смартфонов по звучанию в наушниках. И опять вопрос, ну сколько уже можно фич? Идем дальше. Камера. Здесь установлен новый 13-мегапиксельный X-MORE сенсор от Sony. Она умеет снимать 4K видео и slow motion видео. 120 кадров в секунду при разрешении 720p. Сама камера делает очень классные снимки. Не хуже, чем iPhone 5s или Galaxy S5. Даже малейшего намека поругать ее нет. Кстати, приложение камеры на Cyanogen кастомное. И оно удобное. Режимы меняются просто пролистыванием. А переключиться на фронталку можно одним нажатием. Здесь установлена даже двойная вспышка. В камере нет только оптической стабилизации. Но большой проблемой мне это не кажется. Еще одна фишка телефона на экранной кнопке. Вы их видите. Но их можно отключить в настройках. При этом начинают работать сенсорные кнопки. Да, они тут тоже есть. И это идеальное решение в спорах. Кому-то нравятся кнопки, а кому-то не нравятся. Просто и гениально. Причем, если отключить сенсорные, их не будет видно. В этом фишка. И даже помимо всего, что я сейчас перечислил, здесь есть поддержка российского LTE, Wi-Fi, AC, три микрофона. И качество связи здесь просто класс. Установлены стереодинамики. И, наконец, голосовое управление, как в Moto X. И как ни крути, OnePlus One это не то, что почти телефон за 700 долларов. Это выше этого. По тем ощущениям, что он вызывает, его можно сравнить с Nexus 5. Одним словом, сделано на совесть. И за ту цену, за которую он продается, не может быть никаких сомнений. Надо брать. И желательно версию на 64 гигабайта. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...